Наш последний доклад на конференции Как разработчикам подменить реализацию криптопримитива в библиотеке, которую они уже используют, если у них нет доступа к коду. То есть, если у вас уже рабочая система, если у вас уже там есть какая-то криптобиблиотека, например, OpenSSL, и если вы поняли, что нужно что-то поменять, как это можно сделать на лету, не имея доступа к коду? Об этом нам расскажет Игнат, Security Software Engineer, компании Cloudflare, который уже не один раз занимался патчингом OpenSSL. Как это, карьерный рост. Давайте поприветствуем Игната. Спасибо. Как объявили, презентация будет на английском языке. Ну, официальная версия, потому что у нас много иностранцев, и надо, чтобы они тоже хотели послушать, и было интересно. Неофициальная версия, и, кстати, вам это намного выгодно, и английский намного компактнее язык, поэтому просто так будет быстрее, и все пойдем гулять, ладно? Если кому непонятно, что я говорю, славите мне, купите мне пиво, и я вам приведу отдельно. Или вот возьмите Хатсад, потому что у нас потрясающий перевод. Или так. Ну, лучше купите мне пиво. Окей. Отже, сьогодні ми поговоримо про живое латание, так би моготи, слабкой криптографии за допомогою OpenSSL. Кто из вас не знает про Cloudflare? Кто из вас имеет веб-сайт и не знает, что такое Cloudflare? Хорошо, потому что иначе, что вы что-то пропустили. Я працюю в Cloudflare, занимаюсь с экраном безопасности. Мне нравится работать на низком уровне, мне нравится заниматься OpenSSL с грузчиками, Linux и так далее. Сегодня я буду вам рассказать про то, как латать слабкая крипта за допомогою OpenSSL, потому что, на самом деле, OpenSSL очень широко используется. Деякие статистические данные показывают, что 80% всех программных криптографических средств используют OpenSSL. Хотя, если говорить про единую библиотеку, можно охопить широкий спектр программного обеспечения. Что это означает слабкая криптография? В чем разница между слабкой и стойкой криптографией? Оскільки это остальная ответственность, то я не буду вас перевантаживать формулами то, что я покажу такие простые малюнки, которые показывают, что такое слабкая криптография. Это ваш дом, он не выглядит, как защищенный, без безопасности, но, на самом деле, нападник, если нападник мает достатные ресурсы, он может снести весь ваш захід. А сильная криптография – это дом такой, что, как бы не старался нападник, вы все равно в безопасности. Итак, тогда, если слабкая криптография – это плохо, а сильная криптография – это хорошо, почему тогда используют слабкую криптографию для начала? Есть несколько причин. Во-первых, разработчики не знают, что использовать. Не все из нас есть фаховцы с криптографией, криптинженерами, и, если посмотреть на OpenSSL, есть широкий выбор, широкие варианты алгоритмов, и сложно что-то выбрать. И, если выбрать алгоритм, то есть также дополнительные параметры, вектори инициализации. Скажем, мы видели, что они должны быть уникальными, есть разные требования и так далее. Люди просто не знают, что делать, что выбирать. Деякие люди выбирают режимы СІБІ, просто потому, что в этом режиме не нужны вообще один вектор инициализации, потому что они не знают, какие вектор инициализации выкорствуют. Кроме того, есть государственные нормативные акты, есть известные нормативные акты в Соединенных Штатах, что до экспортной криптографии. Колись в 80-е годы США позволяли экспорт криптографических средств очень слабкими ключами, не больше 40 бит, и это слабкая криптография. И не можно ничего из этого сделать. Ну и, наконец, мощная криптография с часом слабшая. Отже, первое, если вы не знаете, что использовать, есть такая порада, мы повторяем, что никогда не разгортайте собственные криптографические средства. Не просто не находьте своих собственных криптографических алгоритмов, и даже вы выбираете известные наявные алгоритмы, как вы не знаете, как генерировать належным чином вектор инициализации. Просто не делайте каких-то впечатлений, запитайте, как это делать. Не копируйте с других проектов, або с интернетом, с ТЕКОВЕРФЛОУ и так далее. Потому что они, возможно, також эти люди не знали, что использовать, и сделали какие-то неверные выборы. Або у них другие сценарии использования, и в своей реализации, в их реализации, скажем, у них выбор нормальный, и их система будет в безопасности, а ваша система не будет в безопасности, не будет защищена. И, нарешті, не пытайтесь использовать примитивы низкого уровня, потому что, если вы не знаете, что использовать, не используйте низкоревновые криптовые библиотеки. Возьмите высокоревновые библиотеки, которые обеспечивают примитивы с выражением ваших сценариев использования. Если, скажем, нужно шифровать файлы, то есть библиотека, есть функция для шифрования файлов, и эта функция обеспечивает вам належные и безопасные выборы. Это, скажем, Атемиксы, Коза Клабс, это Липсодиум или Гугл Кинг. Вот же, почему митная криптовая с часом слабшая? Потому что есть две причины, в принципе. Одна поляга в том, что продолжаются исследования, и исследователи постоянно находят новые алгоритмы ломания криптового защитного. И эти алгоритмы были, скажем, надежными в минулому, а теперь разработаны новые методы, которые позволяют нападникам более эффективно ломать эти алгоритмы. Это такие элементарные исследования. И другая, это просто швидкий технологический развитие технических средств. Обчисленные мощности дешевшие, эти ресурсы становятся дешевыми, и существуют технические решения для объединения многих новых компьютеров в большие кластеры. И у нас тут возникают огромные ресурсы, которые можно использовать для ломания алгоритмов. И это и эволюционные изменения, но и революционные изменения, скажем, квантовые обчисления. Элитичная криптография, которая сегодня считается новым досягнением криптографии, с развиванием квантового компьютерного компьютера, будет сломана. Отже, митная криптография слабшая с часом и тому. Надо как-то поддерживать и ремонтировать, так бы мол, эти криптозасобы. Что можно сделать? Заменить криптографические засобы, засоби шифрования не так легко, потому что, если вы разработаете свой продукт, имеете свой программное обеспечение, вам нужно что-то заменить. Но много из нас используют сервисы, какие-то закрытые засобы, из внешних джерел, из внешних постачальников. И не всегда есть возможность просто заменить какие-то алгоритмы. Надо вернуться к постачальнику, а постачальник або працюет повильно, каже, так, так, мы у нового алгоритма скоро, а это будет за рік, або они не хотят этим заниматься. И у вас возникает также проблема пакетного программного обеспечения, когда нет доступа до выходного кода, або выходный код был втрачен, и возникает додатковые витрати, або, скажем, постачальник каже, что мы это сделаем, но это запад новых функций, поэтому заплатить нам 2 миллиона долларов, чтобы мы это сделаем. Это не всегда приятный вариант. Отже, представьте себе такие сценарии. У нас есть какая-то закрыта система на основе OpenSSL, это слабкая криптография, и мы хотим заменить ее на что-то. Отже, что это за система? Уявимось, что это какое-то, власне, закрытое решение для сохранения данных, это або реализационная база данных, або объектные схожи. Отже, данные индексуются, або объекты сберегаются с использованием хеш-функций, отже, и используется OpenSSL как крипто-платформа для этих хеш-функций. Отже, все нормально, вы придбали это программное обеспечение за какие-то большие деньги, вы используете ее уже 2 года, а позже, в какой-то момент, вы пригласите так званого внешнего аудитора, внешнего ревизора, который, типа, тех, кто сегодня тут выступал, и он говорит, ага, вот таки. Вы говорите, ой, что случилось? А они говорят, вы используете ША-1. Ну, да, я использовал ША-1, и что? А вы слышали вот про это и про это? Все же знают, что там такие недолики. Это застарелое что-то, а сейчас новые моменты появляются. Поломали ША-1, идете на веб-сайт и что-то там бачите. И аудитор говорит, если вы через 2 недели не исправите эту ситуацию, вы уже не отвечаете нормативным требованиям. Вы обратитесь к своего поставщика и говорите, пожалуйста, замените ША-1. А поставщик обычно говорит, что все нормально, если вы почитаете статью, они сказали, что они там ША-1 поломали. В такой ситуации он остается безопасным. Мы не евразливыми и так далее, и так далее. Там 2 года понадобится, чтобы что-то там изменить. И так далее. Вы говорите, ну, мы это сами сделаем. Доброе, сами перемонтруем. Чтобы понять, как закрытое программное обеспечение, нужно понять, как работают эти библиотеки. Библиотеки спільного использования. Значит, у вас, скажем так, все будет 2 процесса. Есть какие-то конфиденционные клиенты, есть база данных. Будь-якие моменты, что напоминают регулярные программы обеспечения, просто випадковым сферпадением. И для них обоих нужны какие-то криптографические службы, нужна криптография. Отже, что дает эта спільная библиотека? В библиотеке у меня есть такие криптографические возможности, и программа их использует. Эти библиотеки не есть складовая часть основного использования. Основные программы, они есть отдельная часть, отдельная складовая. И код вместе используется разными программами. Именно поэтому они и называются библиотеки спільного использования. Что доброе, что для этих библиотек, это то, что код завантаживается в оперативную память только один раз, и если там 10 тысяч раз, то нужно его использовать. У вас только одна копия OpenSSL. Оскільки цей код не входить в основную программу, основной застосунок, его можно оновлювать незалежно. Отже, вы можете оновить на OpenSSL, и все застосунки, все программы, которые используют OpenSSL, сразу начнутся использовать оновную версию. И это доброе. Я знаю, что я уже вам говорил про то, что это закрытое программное забезпечение. Но давайте подивимось, что мы с боку постачальника как-то можем зазурнуть вихідный код, чтобы понимать, что происходит. Это какая-то закрыта СОБД, и я тут наводжу лишь хеш-частину обчисления индексу. Это обычный средство для использования хеша для файлов. Это главная функция. У нас будет несколько итераций, но в них в усих используется одна и та самая основная функция. Отже, эта функция получает файл, как файловый объект, и передает функцию, которая называется хеш, и далее, значит, обчисляется хеш. Отже, первая ситуация выглядит таким образом. Если вы не очень хорошо понимаете, я вам быстро объясню, что тут происходит, что тут происходит. Есть фиксированный буфер, вы читаете весь вместо этого файла в буфер и выкликаете библиотеку OpenSSL, США 1, обчисливаете хеша, буферу и друкуете результат. Так выглядит просто. Давайте посмотрим, что это работает. Кстати, тут планировалась демонстрация, и я могу честно вам сказать, что это копировалось из реального терминала, из терминальной сессии, но здесь гораздо лучше видно таким шрифтом, поэтому мы понимаем, что это реальный демо. Отже, с использованием какого-то способа мы видим хеш. Нам сказали аудитори, что нужно что-то сделать, что один, давайте проверим. Мы проверяем это значение. И, используя LDD, команду LDD, можно также посмотреть, какая библиотека нужна и используется. Вы видите, что, скажем, в данном случае, это OpenSSL библиотека, которая в Linux обычно называется LibCrypto. И, используя LDD, нужно понимать, как они связаны эти библиотеки. Нужно запустить процесс, каким образом этот процесс находится соответствующую функциональность в этих библиотеках. Первое, что делает этот процесс, это связь с отдельным компонентом программного обеспечения в операционной системе, который называется «Засиб динамичного завантажения». И цей динамичный загрузчик, «Засиб динамичного завантажения» створює динамичный образ. И далее, дивится на библиотеку, завантаживает все библиотеки для этого процесса, для этого процесса, ну вот и все, это все, что нужно. И процесс начинает выполнение. Отже, на цей стадии не используется, не происходит, не происходит, развязывание жодных функций. Далее, слабкое связывание полягает в том, что, снова, при этом процессе связывается с динамичным загрузчиком, и говорит, что мне нужно Ша-1, где мой Ша-1. И «Засиб динамичного завантажения» говорит, что кто из вас библиотеки имеет в себе Ша-1? И, скорее всего, одна из библиотек скажет, что у меня есть Ша-1, и тогда процесс может использоваться Ша-1. В данном случае, если вы компиливаете вашу программу в обычный способ, для каждой функции будет, что наиболее, одна библиотека, в которой реализована эта библиотека. И когда «Засиб динамичного завантажения» вопрос, кто имеет эту функцию, обычно отвечает лишь одна библиотека, но это можно изменять. Как это изменять? Можно использовать такую магическую изменение средств, которая называется LD-прилогут. Кто знает, что делает LD-прилогут, что оно означает? Я опишу. LD-прилогут сообщает «Засиб динамичного завантажения» линкеру, что он должен завантажить в процессе дополнительной библиотеки. Почему называется «Прилогут» перед завантажением? Потому что эти библиотеки завантаживаются даже до завантажения памяти основного кода. Это первое, которое получает программа. И в основном это полезно для того, чтобы обходить, або модифицировать какие-то функции спільных библиотек. Если вам нужно почитать больше, то посилания на страницы МАН. Ну и при использовании LD-прилогут картинка трошки меняется. Программа еще не началась, началась выполнять, но «Засиб динамичного завантажения» уже завантаживая какие-то индивидуальные библиотеки. Ну и далее все происходит, как обычно. «Засиб» проверяет, какие библиотеки нужны программе, завантаживаются библиотеки, и когда в этой программе нужна реализация ША-1, она обратится к «Засиб динамичного завантажения», и питает, у кого есть ША-1, реализация ША-1. И «Засиб» питает библиотеки, две библиотеки отвечают, у нас есть ША-1, если бы вы реализовали ША-1 в какой-то своей библиотеке. И программа тогда стремится этим «Засибом» до первой библиотеки, и за помощью «ЛДПРЛОГ» ваша библиотека завантажилася первая. Отже, программа для реализации ША-1 использовала вашу библиотеку, а не стандартную библиотеку OpenSSL. Теперь нам нужно объяснить, каким образом, какие функции из OpenSSL зачепить, и для этого нужно провести символный анализ выполненного модуля, и видно, что нужны две функции из OpenSSL. И тогда можно обратиться к опису этих функций, пытаться понять, как подвязать эти функции. Ну и в кинцовом подсумке выйдет что-то такого порядка, что вы можете написать свою собственную библиотеку с функциями, которые имеют так же название функций в OpenSSL, но код вы заменяете своим кодом. И типовый подход к подвязке функций полягает в том, что вы не полностью переписываете функцию, вы просто используете какую-то передобробку, при процессинге, постпроцессинге, наступную обработку. И первое, что вы делаете, вы найдете адресу, правильную адресу, правильную функцию OpenSSL на майбутнє. Ну и далее вы выполняете передобробку. В данном случае что обработка, что выполняется? Если код хочет обчислить хеш H1, мы обратимся к реализации OpenSSL, но заменяемо H1 на H256. И в конце концового подсумка нам нужно помнить, что H1 коротче, чем H256. H1, это 20, а там 32 байти. И тому нам нужно объяснить, возможно, программа не имеет достаточно буфера для 32 байти, поэтому мы обрезаем буфер до 20 байт. Давайте посмотрим, как это работает. Мы компилируем этот код в нашу библиотеку спильного использования, мы запускаем процесс, задаем измену средового ЧАЛД прелоуд, и мы видим, что на выходе у нас, что у нас есть вкладки, и мы поревняем с реализацией Ша-256, и мы видим, что совпадают соответствующие частины. Отже, что мы сделали в конце концового подсумка? У нас была такая картинка, у нас был свой индивидуальный засед, который использовал функцию OpenSSL, мы просто обрезали, так бы мово, этот связок, и подвязали нашу властную библиотеку, и не мог обчислить хэш для файлов больше 2 кБ, потому что эти файлы не могли влезти в буфер, потому что весь файл там читается в буфер. И, возможно, вы про это поведомите постачальнику, чтобы постачальник это выправил. Постачальник это выправил, он выправил код для того, чтобы можно было обчисливать хэш-файл в любом размере, но нужно изменять программу для... Там створюется объект теперь для хэша, в связи с тем, чтобы разом обчислился хэш, значит, файл читается частинами, и эти частины передаются в этот объект, и обчислюется результат. А теперь, когда мы просим постачальника выправить ошибку, но наше выправление уже не работает, и если вы хорошо помните числа, вы можете помнить, что там ША-1, а не ША-256. Отже, что происходит здесь? Мы уже больше не перехопляемо вызвание функций, и, оскільки изменилась реализация, но не изменился интерфейс, теперь используются другие функции, и мы привязываем неправильные функции, там другие функции используются в OpenSSL. Отже, нам нужно как-то виправить наше выправление. Вместо того, чтобы привязывать наше выправление, нам нужно снова привязывать две функции. Мы получаем адресы реальных функций OpenSSL, и в другой функции заменяется идентификатор ША-1 на ША-256, и в остаточной функции мы подаем наш властный буфер, и обрезаем результат до 20 разрядов, и обрезаем хэш. В OpenSSL есть такая чудовая абстракция, Bio, которая позволяет абстрагировать будь-что в потек, и там какие-то дополнительные потоки, и это намного красивая реализация. Можно абстрагировать файл как потек, хэш как потек, и можно створить два потоки. Один – это файловый потек, а другий – это хэш-потек, и потом они накладаются, вы читаете из потока, потоковое читание, и в том же виклику функции вы читаете файл, и в том же виклику обчисливаете хэш. Это намного красивее. А мы просто возвращаем результат. Постачальник надаёт оновление, и теперь наше виправление больше не работает, потому что, снова таки, снова модифировано функции, и они теперь используют абсолютно другой набор функций, которые мы никак не привязываем. И нам снова как-то нужно что-то виправить, нам нужно створить виправление для нашего виправления, мы привязываем теперь другие функции, но подход такой же. Вы находите реальные функции, заменяете идентификаторы, вы вводите результат выкладки, и вы вводите обрезанный результат. Подивимось теперь, как это работает. Теперь работает. Хорошо. Ну и еще раз, когда поставщик что-то оновлюет, нам нужно оновить свое виправление. Ну и в целом, мы не можем что-то делать, что будет связано к OpenSSL, но при этом будет охупливаться 80% всех случаев использования криптографии. И это так называемый двигун, або ядро OpenSSL, где есть дополнительные модули расширения OpenSSL. И это используется для того, чтобы добавить крипто-алгоритмы до OpenSSL, або заменить наявные, скажем, ШАВАН или ШАД-256, заменить повильнейший алгоритм швидшим, и все это в динамике будет действовать. Это очень полезно для того, чтобы OpenSSL использовать с аппаратной реализацией устройств в криптографии. Потому что такие устройства можно будет использоваться с любой программой, что используется OpenSSL. Там есть посылка на информацию. Пробуем заменить реализацию ШАВАН на ШАВАН-256 в ядре OpenSSL. Для хеш-ядер треба мати три виклики Init Update and Final и у каждой соответствующей функции треба дать перехід до соответствующей функции OpenSSL, за вынятком того, что вместо ШАВАН нужно использовать ШАВАН-256 и для нас додать отлагоджувальний выход. Значит, мы сможем скомпілювать до библиотеки это ядро и использовать за допомогою утилити, что обратно к OpenSSL. Ну что ж, попробуем обработать файл ABC стандартную программу ШАВАН-256 и сравнивать с результатом работы нашей функции ШАВАН-256. Втім, это не действует без LD Preload. В этом разе вы дистанете результат работы ШАВАН. Это не доляк питомый, не доляк ядра OpenSSL, потому что там нужно налагодить интерфейс API. Цепто программа має містити якийсь додатковий код для цього. У деяких программах це є, скажімо, в OpenVPN чи в OpenSSL утилити, але в большинстве такі програми не мають відповідних кодів, бо їхні розробники не думають про адаптацію OpenSSL, скажімо, просто дають звертання по ШАВАН. Але ми знаємо, як вставляти коди і нам треба просто зрозуміти, як зробити, щоб без привязки функцій, а за рахунок лише додавання, впорскування так званого коду, можна було досягти того самого результату. Для цього будь-яка функція може позначатися як підпрограма і ніт, і далі компоновник буде по інтерцією функції направляти на перелік кторс, крапка кторс конструктора, і далі переглядається весь цей перелік, і кожна з функцій автоматично виконується, а нам цього і треба. Знов таки, якщо вас цікавлять оці GCC-конструктори, будь ласка, дивіться документи за посилкою. Отже, ми завантажуємо зараз до ядра OpenSSL нашу функцію, яка підміняє SHA-1 на SHA-256, і для цього нам тільки треба було додати атрибут конструктор. Тепер ми перекомпілюємо основне ядро з урахуванням функції автозавантаження. Ми це робимо до бібліотеки з LD-прилу, де бачимо, що ядро діє, тут успішна заміна на SHA-1 на SHA-256, і поза як ми користуємося ядрами, то це загальний розв'язок. Подивіться, як всі попередні версії діють. Точнісінько так само, бо це стандартний спосіб OpenSSL для того, щоб підмінювати елементи криптоалгоритмів. І, нарешті, LD-прилууд. Це некрасиво, якщо ми хочемо задати якусь зміну, можемо забути це зробити, і тоді програма не дасть збую, але вона тихо робитиме ці обчислення. А нам треба зробити це сталим. Тоді згадаймо, в який спосіб динамічний завантажувач знає, до яких бібліотек збертатися. Це функція DT Needed, яка завантажує всі бібліотеки раніше від програми. Тут треба всього лише додати одну функцію, яка в нашому разі здійснюється за допомогою Patchelf, і тут прописується Add Needed, і наша функція, хеш-функція спеціалізована, розроблена нами. Тут, як ви бачите, це вже стосується, і ця функція забезпечує звертання до нашої хеш-функції, а не до функції стандарта. Знову ж таки, як ви бачите, замінюється алгоритм нашої реалізації. Тут, як ви бачите, набір всіх посилок, про які я згадував, і якщо ви не вірите, що ми справді написали такий код, і він таки діє, то можна з гітхаба його завантажити і перевірити самостійно. Це остання посилка в списку. От, власне, і все. Дякую. Дякую, Ігнате, і я бачу, що є якісь запитання. А найперше, за вашим власним досвідом, наскільки часто доводилося щось виправляти ОПНССЛ і ядро ОПНССЛ? У вашому випадку я зробив це один раз для того, щоб до ОПНССЛ приєднати українську криптографічну функцію. Тут, до речі, вже питали про застосування українського шифру. Ну, подивіться, найкраще його підчепити до ОПНССЛ і позааку ОПНССЛ користуються ОПНДжі, ОПНВП, на патчі і безліч програм там без всяких модифікацій можна буде користуватися українським шифром. Далі, я не так уже часто встановлюю виправлення на ОПНССЛ, проте досить часто на фірмені засоби якихось інших фірм, які не дуже якісні, і якщо я їх проситиму щось там виправити, це буде довго, мені простіше своєю черєвною паличкою користуватися. Дякую за чудову доповідь. І ще один момент. Ми обрізаємо хеш, але ж це збільшує ймовірність колізій. Ми, якщо скорочуємо значення хеш, то ми губимо частину інформацію і далі збільшується ймовірність збігу значень хеш. Цепто питання, наскільки безпечно користуватися обрізаним варіантом значення хеш-функції. Чи ймовірність колізій настільки мала, що нею можна знаковажити. Ну, розумієте, Ш256 у будь-якому випадку безпечніше, ніж Ш1, бо Ш1 зламали, а Ш256 ні. Ймовірність колізії, я не пам'ятаю нічого про атаки Ш256, або, але, якщо взяти загальний опис хеш-функції, то тут якраз головна її принадав, тому що неможливо було її відрізнити від випадкового числа. Розумієте? Так що в Ш256 буде ймовірність збігу хеш-функції це одиниця поділено на 2 в 32-му ступені, а якщо обрізати до 20-ти розрядів, то це буде 1 на 2 в 20-му ступені. Це теж дуже низька ймовірність. Отже, можна злегковажити такою низькою ймовірністю колізії. Добре, в нас ще є запитання. Дякую за чудову презентацію. А що б ви могли сказати людям, які роблять статичну компіляцію їхніх програм? Ну, це так, напівжартома, я питаю. Але, як ви виявляєте, скажімо, перевантаження вашого завантажувача, який звертається до бібліотек? Як це можна помітити, що він перевантажений, припинив роботи і йде далі? Чи є там якісь переривання? Ну, розумієте, LD перелод, це не дуже добра функція, яку треба вручну перевіряти. Але, якщо ви просто робите вопорскування бібліотек, як в останньому прикладі, і навіть, якщо ви не перенесли, то якщо ви не перенесли бібліотеку в робоче середовище, то завантажувач просто скаже, я не знаходжу бібліотеку і програма припинить працювати. А точніше, вона навіть не почне працювати, бо завантаження бібліотеки робиться заздалегідь. Ну, це так. Це так, доки не припинять користуватися ОПНССЛ. Ну, звісно, але так завжди буває, якщо це якась там таємна, з високим ступенем таємності робоча програма, то там набагато більше перевірок, винятків. Звісно, тоді там є ціла довга послідовність перевірок, перш ніж ви випускаєте в промислову експлуатацію. А, скажіть, Борінг ССЛ підтримує ці всі ядра? Ні, тільки ОПНССЛ. Розумієте, там є дві проблеми, я не пам'ятаю, чи їх вже усунули. Борінг ССЛ на відміну від ОПНССЛ не підтримує сумісності інтерфейсів API, її треба використовувати лише за статичного прив'язування програм до бібліотек, а не динамічного. Чи є ще запитання в аудиторії? Немає, начебто. Тоді давайте подякуємо Ігнату. Дякуємо, Ігнату.